Всем привет, друзья! С вами канал Твой Игровой. Меня зовут Денис. Сегодня у меня в студии очень много людей. И начнем по порядку. Юрий Емщиков. Привет! Вы его уже видели у нас на канале. Это автор многих нами любимых игр, таких как Стальная Арена, таких как Интриге Асгарда, таких как... Юра... Космонавты, правильный мёд, Лабиринт, Зеркал, ну и всё дофига на самом деле. Это круто! Когда ты забываешь, сколько игр у разработчика, это круто. Так. Значит, он был одним из разработчиков игры, в которую мы сегодня будем играть. Искатели Тайны Гималайских гор. Также над игрой работали Карпухин Михаил, Кубрик Пётр и Геремеев Валид. Ты разрабатывал механик, да? Да, да. Я, собственно, да, игромеханической основой занимался. У ребят была идея, тема, ну и всё остальное. Я помог это реализовать. Хорошо. С нами также сегодня Женя. Всем привет! И Дмитрий. Всем привет! Тоже, кстати, Дима, разработчик из гильдии... Ну и в питерской ячейке гильди-разработчиков. Ну что ж, а мы начинаем. И хочу сразу же в начале видео дать вам ссылочки на ресурсы ребят. Это компания MVP Games. Значит, вы можете перейти на их сайт, вы можете перейти в группу ВКонтакте и также в магазин МОЗ Игра, где ребята тоже представлены в ассортименте этого магазина. Заходите, приобретайте игры, смотрите что-нибудь для себя подходящее. И напомню уже не в первый раз, что когда вы переходите по нашим ссылочкам, вы здорово помогаете развитию канала. Ну а мы начнем тогда с правил игры, о чем эта игра. Давай, Юр, тебе слово. Ну мы приключенцы, которых на свою голову занесло в Гималайи. Занесло не просто так, мы ищем там артефакты. И, собственно, наша задача собрать первыми четыре артефакта и вернуться на вертолетную площадку. Тот, кто это сделает, победит. Каждый из нас играет каким-то персонажем. Вот можете сейчас выбрать себе кого-нибудь. Ну да, я возьму деревенького. PewDiePie. Вот, и поставить фигурку на вертолетную площадку. Подожди, это PewDiePie? Да. Ну, в смысле, тот самый PewDiePie, блогер. Да? Ну, тут такие типа отсылочки. PewDiePie, я понял. Тут, на самом деле, все персонажи с теми или иными отсылками. Ну, я буду Джоном Индианцем. Джон, Индианц Джон. Да. Окей. Так, а зелененький чалкичек это? А, вот это я, да. Да, можешь его тоже поставить на вертолетную площадку. А можно немного перфекционизма или нельзя перевернуть? Да. Можно? Ну, в принципе, можно, да. Да, 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 конечно. Нет, ну, мы можем, в принципе, все развернуть на камеру. Это, в общем, не принципиально. А, нет, если не принципиально. Нет, это, ну, в том плане, что здесь, как бы, направление есть, но их можно разложить вот так вот, чтобы все смотрелось аккуратно. Они здесь все равно специально там хитро подобраны, так, чтобы они были разные, и у нас было все интересно. А, хорошо. Вот, поэтому... Просто некоторых зрителей могут укорабить. А, да, да, конечно. Пускай будет тофь. Выбирали по половому плечу. Я обычно за мягком правильно. Кстати, это нормальная тема. У меня есть друг, который только за женщин играет в настольных играх. Вот во всех играх он убирает женщин почему-то. А какая стартовая локация? Вот, на вертолет. Мы тут все дружно прилетели, нас выгрузили. О, извини, вот ты вот так стоишь. Это не хип-хоп. Набрался уже. Здесь не надо на голове. Так, лешник мы убираем. Да, эти нам не нужны. Да, при игре в шестером мы бы использовали еще вот такие фиолетовые тайлики. Вот, но так мы играем четвером, нам достаточно обычного поля. Вот, собственно, что мы делаем в этой игре? В этой игре мы в свой ход играем карты с руки. Вот. Да, карты с руки мы играем. И на нашей первой карте, которая у нас есть, есть два значка. Красненький, ну у меня красненький и желтенький. У тебя там синенький и зелененький. Вот. В чем идея этих значков? Это всякие полезные штуки, которые позволяют нам перемещаться по разным типам местности. Например, красный это вот дельтаплан. Он позволяет нам перелетать над пропастями. Вот. Желтенький это самый крюк с веревкой, соответственно, мы можем забираться по скалам. Вот. Зелененький это лыжи, катимся с горки. Ну и синенький это ледоруб, прорубаемся сквозь льды и камни. Вот. Соответственно, мы сыграли карту, походили на один из имеющихся видов, по соответствующей стрелке, можно так сказать. Например, я взял, проходил, проходил. Ну будем считать, что между картами эти типы местности. Эти типы местности, которые нам, собственно говоря, в одну сторону можем одним путем. Ну вот смотрите, вот здесь я отсюда сюда лечу на дельтаплане, а обратно с крюком и веревкой. Ну логично. Вот. Соответственно, мы будем походу набирать карты с руки, карты снаряжения. И когда у нас будет больше одной карты, мы сможем играть с руки больше одной карты и, соответственно, двигаться дальше. Вот. То есть мы вначале ходим, потом смотрим, где мы оказались. Если оказались на сундуках, берем один любой предмет по своему выбору. Если мы оказались в пещере, мы ее переворачиваем и смотрим, что там есть. Если там есть сокровище, мы его берем в руку. Если там нет сокровища, то у нас появляется отличная возможность поменять местами два любых тайла, где никто не стоит, и всех запутать. Вот. Каждой пещеры по две штуки каждого вида. Вот. И, соответственно, если в одном сокровище нет, значит оно есть в другом. Ну, что логично. Вот. Соответственно, таким образом мы перемещаемся, используем местность. После этого бросаем кубик и начинает ходить наш мохнатый волосатый друг Йети. Вот он. Вот такой милый. Вот. И, соответственно, вот мы бросили на единичку, и вот по единичке он пойдет, пойдет, пойдет. Кстати, мы тут перемещаемся еще между. Ну, как бы горы замкнуты. Ну, там зашли с одной стороны, вышли с другой. Вот. И он так перемещается до тех пор, пока он не будет вынужден вернуться на то место, где он уже был в этом ходу, либо кто-то не попадется в его чуткие волосатые лапки. В этом случае он нежно обнимает этого персонажа и тянет у него случайную карту. Соответственно, так можно лишиться сокровища, снаряжения. Единственное, что нельзя лишиться самого себя. То есть, если вытащили карту самого персонажа, то в этом случае вам повезло. Соответственно, вы ничего не теряете. Вот. Кроме того, есть защитное снаряжение, которое можно сбросить вместо любой другой карты, которую у вас вытащили. Поэтому, когда у вас много сокровищ, уже пора брать щиты. Вот. И, соответственно, как только эти кого-то поймают, он тоже останавливается. То есть, он не идет дальше. И он не возвращается. То есть, если он вынужден возвращаться, он не возвращается. Да, ему лениво. Вот. Собственно говоря, вот такие вот нехитрые правила. Я думаю, что мы можем начинать играть. А там, походу, уже ты раскрощенился. Я так понимаю, что вот она единичка, потом здесь единичка, потом здесь единичка. Да, да, да. И вот так вот. Да, да, да. Дальше меня. Вот. Ну что ж, давайте начнем. Исходишь? Пади первым? Да, давай, хорошо. Мы начинаем. А стартовый тайл у него есть все, да, наборы? А, у каждого тайла есть все. То есть, ты... А, с четырех сторон. Да, да. С четырех сторон. С четырех сторон. Я думаю, просто не у всех все. Только в разном порядке. Да. У всех. Ну что, я тогда, собственно, продемонстрирую ход. Я пойду сюда, сыграв свою карту. Да. С руки. И ты берешь какое-то одно из снижений. Я беру... Смотри, у нас есть крюк, он тебе позволит ходить по желтым. Да, я понял. У нас есть дельтаплан, он позволит ходить по красным, лыжи. У нас есть защита, которая позволит защититься от ети, когда он тебя будет нежно обнимать. И у нас есть термос с чаем. Это детская игра, поэтому чай. Который позволит вам, ну, например, вот, сыграл карту, выпил чаю, еще раз сыграл карту. Вот. Но она, да, и, соответственно, вот так каждый ход можно будет дополнительно еще раз карту разобрать. Ну, если вы взрослый, то это будет глинтвейн. Ну, видимо, да. Для взрослого же будет еще. Да, но так как у нас игра детская, то да, чай. Окей, ну смотри, я пришел в сундучную. Ты нашел сундук. Нашел сундук. Поздравляем. И теперь я хочу взять что-то. Соответственно, на замену потом сюда встанет карта. Да, да, да. Так, я бы пошел дальше по сундукам. В принципе, я бы тоже взял себе синий ледоруб, но его нет. Но он у тебя уже есть. Вниз. Ты можешь расширить. А, я в конце его возьму. Да, ты же можешь, да, ты возьмешь его в руку. То есть ты сыгранные все карты возьмешь в руку, кроме одноразовых. Там есть одноразовые телепорты и, собственно, вот эти карты тоже одноразовые. А я возьму тогда крюк, чтобы пройти вот сюда. Тоже здесь сундуком. Я беру и выкладываю сюда карту. И теперь ходят эти. Пять. Пятерочка. А вот пятерочка делает, смотрите, делает поворот. Ух ты. И еще один бросок. Супер. Три. Вот теперь он пошел на три. Катер пошел, да. Сюда. Сюда. И теперь ему надо вернуться. Вернулся, поэтому он останавливается. Он рядом со мной. Да. Я хожу. Да. Так, значит, я могу, я играю эту карту. И я иду на желтый или синий. Ага, желтый или синий. Ну, на синюю там есть. Или я могу. Можешь, можешь. И так же брать... Да, да, да. Ну, там едете рядом. Нет, я пойду на желтую. Сюда. Пошел на желтую. Так, секунду, я вот покажу. Где-нибудь вот до сюда можно наклоняться. Ну, просто, чтобы потом не загораживать. Хорошо? Возьму сокровище. Да. Не артефакт, артефакт. Да. Снаряжение. Взял снаряжение. И ход закончился. А можно мы будем просить у вас тогда выкладывать карты, чтобы руками не заслалось. Не, ну, нормально, нормально. Просто... Я кидаю? Ей кидаешь, да. Так. Два! Еее! Эй, ребята. Перекарту в руку. Перемешай их. Так. Я тяну? Да. Там по правилам игрок слева, по-моему. Ну, давай. Опа. Да, он утащил крюк. Его мы в сброс. В сброс. Взжим. Можно, что-то, что-то, что-то. Вот. Вот так вот. Йети прибежал и отнял. Вот. Все, следующий ход. Да, да, да. Да, можно походить на зеленую или красную. А чтобы раскопать здесь что-нибудь, надо такое? Надо просто прийти и посмотреть, что там есть. А, ну все. Исследовать пещеру. Соответственно, скидываю карту. Да, она в конце возвращается в руку. И иду вниз. Так, давай еще раз про цель игры. Мы должны накопить сколько? По одному виду каждого сокровища. И с ним уже вернуться на вертолетную площадку. Нельзя брать второе сокровище того же вида. Вот. Значит, смотри, ты пришел в пещеру. Ну, точнее, вы вдвоем с вашей собачкой. Или наоборот, вы вдвоем с вашей девочкой. Собачкой с девочкой. Вот. Мы переворачиваем пещеру и видим, что там нихрена нету. Но теперь можно взять и поменять местами два любых тайла. Ну, то есть, ты можешь себе что-нибудь поближе. И даже этот? Ну, кроме тех, где кто-то есть. Ну, хорошо, предположим, так. Это не несет большой смыслности, но можно так. Это же две пещеры было. Это же одинаковые. Это разные пещеры. А, разные? Ну, да. То есть, тебе лайк. Ты, если хочешь, вот есть разумный ход, ты можешь взять вот эту пещеру и подвинуть, например, сюда. Да. Она была вот так вот. Потому что он уже одну из них исследовал и увидел, что там ничего нет. И мы тоже соответственно видим. Да, и мы это тоже видим. Если кто-то другой, зайдя на пещеру пустой, опять не поменяет их местами. И все запутаются. Вот. Итак, ну что ж, я, наверное, пойду. Бросай. Да, бросай. Шесть. Шесть он ничего не делает, он отдыхает. Мам-то хуха, я рядом с ним стою, а он спит. Нет, по правилам, если он уходит, ничего не происходит у тебя. То есть, главное, чтобы он у тебя... Как бы по лору он такой, типа, и такой устал, и лег рядом со мной спать. Он тебя уже нежно обнял, да, и заснул, а ты пока бежишь оттуда. Блин-квин пьешь. Вот. Ну что ж, я, наверное, пойду оп по сундукам. Благо, я на дельтаплане летать умею. Вот. И возьму себе ледоруб, чтобы было чем обороняться от Йети. А, Дим, можно тебя попросить новую карту? Да. Вот. И наш волосатый друг пойдет на... Никуда не пойдет. Он устал после встречи с тобой. Что же ты с ним делал? Что происходит, когда он три раза отдыхает? Ничего. Ну, он просто высыпается. Зима долгая, холодная. Давайте все-таки вот так. Что, не понравилось тебе тесное общение? Кстати, мы можем эту игру заявить как детскую? Или все-таки она просто настольная игра? Ну, как бы для всех. Ну, я и в нее играл с пятилетним сыном. Он вполне осознанно играл. С другими детьми примерно того тоже пробовал. Вполне дети в это играют. Им нравится. То есть, им не сложно, им весело. Особенно, когда Йети ходят там. Ясно. Ну, мы потом подумаем, как ее назвать. Значит, я тогда играю свою карту и на лыжах перемещаюсь в пещеру. Вот. И давайте посмотрим, что там. Давайте посмотрим, что в пещере. Там тоже ничего нет. Можешь поменять пещеры места и назад. Так. Я же могу закрытую это помешать? Ну, по правилам нет. А я должен их поменять. Да, ты их меняешь местами. Ну, ты можешь сделать эту пещеру ближе к себе и подальше от конкурентов. А Йети тоже нельзя перемещать. Йети, да. Вертолетную площадку. Нельзя перемещать. Вертолетную площадку можно. Ну, то есть, там никого нет, поэтому можно. Вот. Типа. Теперь вертолетная площадка будет тут. Ну, просто поближе к себе это... Площадку нет, а вот... Я имею в виду, вот эта пещера поближе ко мне никак не... Почему? Вжух. Ты же... Оп, оп, и сюда. Ну, вообще-то ближе, да. Да. На 1Т. Хорошо. Ну, так как вы играете первый раз, и я много, я по этому подсказываю. Не, я понял. Я просто думал, что ближе это совсем ближе, а так на 1Т. Но, считай, это 1ХОД. Ну, это да. Это ход. Пока у тебя нету кучи снаряжения, и ты не можешь бегать очень круто. Так это смотрели на пустую, да? Правильно? А я уже забыл. Да. А мы никому не скажем. Тут, кстати, можно определять по ее повороту. Ну, не... То есть, пока она не перевернулась, все знают, что перевернутая вот эта пещера, она... А, ну, кстати, они у нас вроде все в начале были вот такие, поэтому их, наверное, вот так и правильно держать. Да. Раз у нас на начало игры они все были ровные, то так их и логично. А какой мы тайл перевернули на пятерку? А, слушай, не, мы... Да, мы ее перевернули, да, все правильно, да, все правильно. Все должно быть. Все я хочу, да? Да, ты ходя. А эти? А, эти, кстати, да. Два. Фух. Так, а куда это он пошел? Вот сюда. Да. Вот сюда. И на меня. Да, здрасте. Ну, и следующий по часовой стрелке игрок вытаскивает. Ну, или, в общем, это не принципиально. И лыжи тоже. Когда он прицельно вообще. Да. Ети сел на лыжи, в общем. Поспал. Да. Схватил крюк. Я хожу, да. Пошел. Кстати, он крюком и воспользовался. Смотрите. Да, 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 кстати. Дальше он, чувствую, по лыжам пойдет. Мне кажется, Ети ходит осознанно не надо. Так, ладно, что я могу сделать? Я могу пойти... Здесь, так. Стигма плачет сейчас. Ну, на вертолюбную площадку безмысленно, наверное. Его автома просто курит в стороне. Ну, я бы на лыжах... Автома, кстати, не он. Я бы на лыжах съехал бы сюда, конечно. Ну, видимо, мне ничего не остается, просто как идти сюда. Да. И что... И смотреть, что там есть хорошо. Оба. А там сокровища. Отлично. Ты взял себе сокровища. Отлично, я никому не покажу. А, ну, и, собственно, да. Я никому не показал. Да. А что я делаю дальше? Ети ходят? Ходят Ети, да. Три. Ты ему нравишься. Прикольно, слушай. Ты ему нравишься. Тебе повезло. Сокровища остаются у тебя. Окей. На лыжах отсюда. Да. Становится жарко. Да. Так, что? Раскопаю этот сундук. Куда мне даришь идти? Собственно, больше никуда не можешь, потому что ты уже сыграл карту, она у тебя одна. И ты берешь какую-то сокровищу, да? Ну, ты, я думаю, куда даришь. А, снаряжение, да-да-да. Да, ладно, пойду в эту пещеру. Смотрю, красный у тебя и так есть. Красный есть. Вертоплан у тебя и так есть. А чтобы сюда, тебе нужен крюк. Да, но вот крюка тут, к сожалению, нет. Так, тогда можно пойти потом вниз. А возьму ложь. Они у тебя есть, поэтому логичнее тебе, наверное, взять чаю. Да, я бы тоже чай взял. А что, что? Ну, еще раз ход сделать. То есть я могу перемещаться раз-два, вот так вот. Да, 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 да. А, ну, хорошо. О, больше защиты. Ну, что ж, ети, четыре, ети ходят по-зеленому. Да, слава, он уходит вообще от нас. И еще четыречек. Да он что-нибудь, что-нибудь это сумбурно ходит вообще. А, все, сюда уже не ходит, потому что здесь уже был. Залузился. Ну, он так. У него комба пошла, короче, он как-то кольцевался. Да. Такой двухчасовой летсплей. Просто проходишь мимо, смотришь, едики бегают под коры. Вот так вот. А сейчас ход мастера, да? Так, ну, а я дальше... ГМ ходит, да? Пойду сюда и возьму себе лыжи. У меня лыж нету. Вот теперь у меня полный комплект. Опа, у нас есть компас. Он позволяет поворачивать карту, на которой вы находитесь. Офигенская вещь, кстати. Да. Так, и наш волосатый друг, один, побежал по красным. Раз, два, снова здрасте. Мне кажется... Ну, ты сокровища спер, а он его охраняет. Понятно, что он к тебе идет? Да, этот фонарик мой. Я любил этот фонарик. Не отдам. Подрался и второй раз победил. Так, ну что, хорошо, я хожу. Здесь кто-то был. Здесь был Сетя. Здесь... Я здесь живу. Идите надпись. Здесь, если я приду, то я встречусь, едем. Нет, ты не встретишься, пока он спит. Пока он спит. Да. Но перевернуть я смогу, все как положено. Да. Правда, я не дойду сюда. Но это другой вопрос. Так, но зато я дойду сюда. Но я не помню. А, я помню, что здесь ничего не было. Ну, открывай. Я должен открыть. Да. Почему ничего не было? Серьезно? Я помню, что там было. Не, все переворачиваю. Не, не, все правильно. Все, я досмотрел, да. Да, и поздравляю. Красиво. Подожди, когда другие люди, кто зайдут, тоже возьмут. А, тоже возьмут, да? Да, 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 да. А, то есть накопительность. Да, да, я сюда тоже стремился. К тебе. Я думал, что я тебя уже взял и все. Нет, нет, можно. Так, это я сыграл, это взял в руку. Все, я хожу, да? И ходят йети. И ходят йети. Давайте. Интересно, пойдет ли он? А не пойдет, он повернет. Ой. И все, я не крыду. Еще раз бросай. Да, еще раз. Три. И пошел по синим. Три. О, здрасте. Привет, Жень. Прости. Ничего личного. Не грусти. Опа. Ну, тебе повезло. Мне не повезло. Потому что повернулись, и я хотел криком пройти сюда. Теперь я не могу пройти, наверное. Так, с чашкой можно еще такой комбо заворачивать. Раз-раз. Но, правда, ты не возьмешь. Да. Ну, у тебя уже есть, да. 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 Ну, давай. Ну, сейчас мне надо думать, по сути, и... Ну, ты можешь походить сюда, взять какое-нибудь снаряжение. Можешь походить сюда и следовать эту пещеру. А, да. Но там едете рядом. Ну, смотрите. Ничего страшного. У него очень сумбурно ходит. То есть, я все... Ты уже с ним научился сражаться. И я пошел сюда и переворачиваю. Да. И там дракон. Я беру дракона. Я... Так, и теперь эти ходят. Да, теперь ходят этим. Четыре... И он ходит вот сюда. И все. Потому что он должен вернуться назад. А назад уже нельзя. Окей-юшки. Женя. Так, еще раз по... Оп. Чашки. Горячая. Чашка позволяет... Ну, смотри. Ты играешь карту. Потом говоришь. Я попил чаю, отдохнул. И снова играешь карту. Полетел сюда. Полетел сюда. Это я. То есть, вот так вот можно делать. Ну, и пример. Да. Ну, она скидывается, да? Нет. Нет. Она многоразовая. Многоразовая. Да. На одноразовых такая мусорная корзинка. Типа используем. Я могу походить сюда. Да. Посмотреть. Не-не-не. Только ты всегда смотришь то, что в конце. То есть, куда ты пришел, то используешь. Ну, все. Я иду сюда. Смотри. Да, что-то мне не везет на строительство. Ну, а то ты можешь поменять местами два любых тайла. И может быть, тебе это полезно в плане того, что ты какую-нибудь пещеру себе поближе. Или не пещеру, смотри, что ты хочешь. Ты меняешь местами два любых тайла. Вот это этот или этот вот. Да? Ну, не знаю. Это считается поближе. А так можно? Нет. Нет. Там фигурка есть. Кто-то там есть. Так как игра детская, то, в общем, было принято решение не позволять делать совсем уж гадости. Типа, иди-ка ты отсюда подальше. Я вот все это время на голове стоял. Ну, вот так вот. Окей, хорошо. Так. Ну, что ж. Йети у нас здесь. Это безопасно. Это безопасно. Да, сейчас еще Йети ходит, да. Четыре. Ну, собственно, он возвращается назад. Окей, ушки. Так. Йети возвращается туда. Мы пойдем на север. Так. Мы пойдем. А, нет. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас так не получится. Так не получится. Так. Поэтому я могу походить так. Так. И вот так. И так тоже не получится. Печалька. Все тлен. Все тлен. И суета. Так. Так. Да. Вот почему-то все красным с желтым завязан. Поэтому не добежать. Придется дальше сокровища собирать. Желтый. Предлагаю расслабиться и просто получать фан. Получать фан. Прочувствовать. Окей, ушки. Давайте мы возьмем... Да, мне не хватало чаю. Вот мне очень не хватало чаю. Вот так. А это телепорт. Но одноразовый. Вот он одноразовый. Но он позволяет прыгнуть на любую соседнюю локацию. Ну что ж, наш волосатый друг на 5 повернул тайл. И сейчас куда-то побежит. Или поспит. И еще раз повернул тайл. Куда ты собрался прям? Да, он прицеливается. И еще. И еще крутится. Он просто танцует. И потом ложится теперь все. Дружившись все. Да, да. Полный круг. Игра сломалась. Два. Ура. А, вот он долго-долго прицеливался. Тебя искал. Что же там? Пищи. Я все не дожил до щита. Очень хотел себе щит купить. Да ты чемпион в борьбе с Йети. Тебе щиты не нужно. Мне кажется, у меня уже есть угроза опыта. Так, хорошо. Делаем так. У меня есть лыжа. Я могу пройти по лыжам сюда. И взять. Мне нужен дельтаплан. То, чтобы вернуться и прийти сюда. О, компас. Йети. Йети ходит. Один. Единичечка. Это сюда. Это не Йети. Это я. Вы так уже похожи. Сюда, сюда, сюда. Ты его столько раз побеждал. Все, вот здесь. А, нет. Здесь он не был. Он идет сюда. А, вот назад не возвращается. Так. Теперь я. А, по красному. Безопасно. Пожалуйста, безопасно. Ну ладно. А, нет. Извини, ты ходишь. Я хожу. Я что-то поторопился. Все-таки не получается здесь, знаешь, без снаряжения. Сразу. Надо поднабрать. Ну да. Так. Смотри, там есть вот это и вот это. Я могу пойти. Эту я брал, да? Казань брал. Казань брал, да. Пойдем, значит, туда за снаряжением. А какое снаряжение я хочу? По-моему, за снаряжением. Щит тебе явно не нужен. Нет, я возьму лучше щит. Все-таки. Окей. Больше телепортов. Ну, любой соседний. Но одноразовая штука. Вот. Женя. А, я тебе походил? А, я тебе, кстати, не походил, да. Четверка. Так, четверка это у нас. Здрасте. Как тебе? Это ко мне, батюшка. Подожди. Ты вначале вытаскивается карта. Если это не та карта, которую ты хочешь, ты играешь щит. Ага. То есть я еще могу, еще мастер Яо может еще мой сработать. Да, да, да. Мастер Яо? Нет. Это щит. Вот теперь скидывай щит, да. Ты пришел сюда, чтобы взять щит, чтобы скинуть щит Барби с Йети. А, ты уже его третий раз побеждаешь, по-моему. Да, кстати. Мне кажется, нужно накапливаться какой-то бонус уже за это. Опыт, там, я не знаю, очки там. Я наружах еду сюда. Левел должен накапливаться. А, здесь ничего. Здесь ничего. Здесь домой показывают, говорят, не еда. Так, здесь ничего не было. Подожди, там что-то было, значит. А, там, это пельмешки. Да. Пельмешки без пешки. А я подумал, что ничего нет, не светится. Да. Ну, тогда тебе логично было идти не сюда. Мы просто не заметили пельмешки, поэтому уходи куда-нибудь еще. Так. Ну, собственно, у тебя очень богатый выбор. Ты можешь пойти только на красный. Ну, или пойти на зеленый, а потом еще куда-нибудь, попив чаю. Так, а вот еще раз, значит. Если я использую напиток, я могу переместиться сюда и сюда. Да, можешь. Да. Ну, я так и сделаю. Ну, хорошо. И открываем. Там ничего нет. Да, там ничего нет. Ну, ты можешь поменять что-то местами. А, ну, собственно, ты поменял тогда те два места, но, может быть, считать, что ты это сделал сейчас. До справедливости. Так, вот, и едем. Четыре. Это я. Я все воспутываю. Вы уже с ним похожи. Вот такие бородатые. Да, да. Столько времени. Я давно урах уже просто. Так, Жень, давай. Оп. Оп. Пельмени-укулят в жительный зал. Пельмени-укулят в жительный зал. Пельмени-укулят в жительный зал. Так долго искал эти пельмени. Мешки в горах. Так. Я-то сюда забрался, но обратно я должен на том же дельтаплане прилететь. Вот в чем прикол. Окей. Я могу сюда. Только я сейчас еще вначале. Так, я поеду на лыжах. А, ты ходишь. А, нет, подожди, я же здесь. Но я все равно могу поехать на лыжах, но не хочу. А с другой стороны, почему мне не поехать на лыжах? Место вполне... А, нет, эти опасные места. Эти опасные? Да, давайте я тогда свой предыдущий план. А, блин, там... Слушай, куда не пойдешь, везде Йети может схватить за какие-нибудь влажные места. За детская игра. Так, ладно. За Гималайю. Да, да, да. Вот, значит, я вначале с крюком так залез повыше, хлебнул чайку, и на дельтаплане, на дельтаплане прилетел сюда, взял свое первое сокровище. Так, ну, чтобы понятно было людям, как бы, фактически ты просто держал карты в руках и сыграл. Да, 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 да. То есть, вот как это произошло, в этом не было. Я сыграл, взял в руку и сыграл. Ну, собственно, это, точнее, это так же осталось. Вот. Да, да. Вот, а это мне не нужно было. Окей, ушки. Собственно, Йети, да, теперь пойдет. Ну что ж, главное не троечка, а все остальное. Шесть, он вообще отдыхает. Хорошо. Нет, лучше бы он куда-то ушел. Так, я был в той пещере. А, нет, главное не двоечка была, да. Ее переворачивали или нет? В каждой детской игре должно быть немножко мемори. Да, вот это класс. Знаете что, я все равно не могу в этом сундуке взять что-то, потому что я должен завершить, вот. Ты должен проходить, да. Да, потому что холодно на месте стоять, вот. Да, я иду сюда, и мне нужен телепорт. Да, полезная штука. Положить хоть одно раз. А телепорт, он играет только в следующий ход? Ну, только как обычная карта, в свой ход шесть, он продолжает спать. Просто спать. Да. Чувствую, когда он кого-то ловит. О, кстати, оба раза, когда он кого-то поймал и что-то отобрал, он после этого долго спал. Угу. Видимо переваривал. Я говорю, автомат просто нужно выкидывать. Вопрос, то есть, если, допустим, я сейчас пойду и возьму телепорт, я могу его сразу же использовать? Нет, нет, нет. Ты его берешь в руку? Нет, нет. Смотри, ты вначале играешь все карты, какие хочешь, потом активируется местность, куда ты пришел, а потом ходят эти. И карту берешь ты в фазу местности. Угу. Угу. Ладно, я пошел вот сюда и взял, что я взял, телепорт или чай? Чай. Или еще один щит? Нет, я возьму телепорт, наверное, все-таки. Окей, ушки. Хорошо, едем. Один. Отлично. И он пришел ко мне. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Ну нет, смотри, он пришел сюда. Сюда, сюда и все. Нет, он назад уже как раз идти не... Он, во-первых, тебя нашел, ему дальше идти не надо. Понятно. А я тебе говорил, щит бери. Ха-ха-ха. А, кстати, тебе предлагали, да? Да, прикол в том, что дети очень хорошо видят паттерны. Вот здесь четкий паттерн recognition. Я это вижу, потому что я осознанно считаю детям это обычно. О, желтый-желтый. Так можно было еще выкинуть эту единичку, понимаешь? Да. Так это может все что угодно быть. Он может с любой стороны прийти. Не совсем. Вот... Обычно можно прикинуть, откуда он может прийти. Да, да. С какой стороны? Дракон забрал у меня. Ох. Да. Грусть и разочарование. Сейчас. Печаль. Сейчас. Сейчас эти будет спать, наверное. Ходи. Ну давай, Джим. Покажи всем. Пельмешки. Я как раз туда хотел идти. Так ты... А, теперь меня не потерял. Да. Тебе выгодно сходить обратно и... Они... Если было бы чем. Я понял. Я понял. Нужно ходить туда, где эти уже стоят. Тогда он точно не поймает тебя. Да. В принципе можно. Ну... Просто не всегда тебе нужно, куда он... Ну это все-таки важнее, знаешь, не потерять что-то. Просто бегать за ним. Нет. Ты просто смотришь, где он стоит. Важнее собрать. Ищет. И тут уже важнее, когда у тебя уже два или три штучки, уже важнее не потерять хотя бы. Да. А там уже добегу и куда нужно. Не, побежал. Надо же. Побежал раз, побежал два и назад уже не побежал. Ой, кеюшки. И... Ну что ж. Пора собирать дальше сокровища. Ой, блин. Едьте тут рядом. Тварь такая... Что-то мне это очень не нравится. Ну ладно, хорошо. У нас есть крюк. Оп. Забрался. У нас есть лыжи. И забрался и съехал со склоном. Все хорошо. Опа. Дракончик. Ход. А, едьте. Простите. Четыре. Он продолжает свое движение и останавливается здесь. Едьте, ты мне тут не нравишься. Ходи. Так, все, поехали. У меня телепорт. Я прихожу сюда и забираю... На соседнюю. Извините, телепорт работает только на соседнюю. На соседнюю? Да. А я... Там написал... Там написано, что на любую. На любую соседнюю. На любую соседнюю. Ха-ха-ха... Ну... Я тоже сейчас... Крик в горах такой. Столонья кричит. Нет... Едьте такой. Ах, кто еще? Ах ты ж посмотри! Два. Да, я тоже что-то сейчас. А по диагонали не считается? не по диагонали не считаются сейчас это только что придумают и как тот мем про смотри смотри ты куда сюда хотел лыжи дельтаплан и телепорт все ты на месте да но чтобы чтобы сюда прийти нужен крюк так ты наверх иди ты наверх катись а потом на дельтаплан прыгаешь слышь и летишь а потом свой телепорт используя как бы хотел да вот он вот пошли цепочки все я каком было до лыжи смотрите раз потом дельтаплан собственно телепорт и я беру фонарик спасибо давайте посмотрим что свиточки свиточки да ты прочитал это заклинание и свиток рассыпался у тебя в руках так двоечка твою мышь вот мы и встретились пожадничал я на щит у меня много снаряги может быть и отобьюсь давай я всегда беру вот эту карту и ты угадал а я знаю теперь какую карту ну как то так давайте так значит телепорт телепорт пойдем тебя футболка с фамилией да именно а что это это вагоны такие такого типа были да так называли вагоны полмана да нет такой что в игре компьютерный я где-то это читал в игре компьютерный если чем особо вспомнил на решили что выводу вагону лучше как логотип так ладно пойду я думаю я не помню или взять я тебя сбил до 100 я не помню здесь открывали что или нет все молчим я тоже не помню так ты проверь да давай проверим так нет я возьму короче сюда приду правильно перещит я возьму перещит да ты любитель чая есть еще телепорта но если ты закончил движение и взял карту он то то есть на этом на этом надо да ты берешь всегда что-то а то так знаешь походил собрал все и ничего не делать да там и рвала этого мука сходил это нормально а если я приду сюда я потихула могу да он сон спит он отдыхают вот когда он пойдет но сюда он уже не вернется у нас чайку да в путь зеленый 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 да отлично и этим 4 отлично скатертью дорожка ах ты ж блин и так я положил нужную карту я всегда беру вот эту карту ну что ж тоже не так страшно опа он в общем да взял ледоруб и заварил себе им чайку он помешал чайный лентвейный стопор ох ты ж блин да не эти неплохо кстати вообще он не к сунду кудра работа умную блин у меня ледоруб сперс сразу даже конкуренции между собой не нужно тут хватает на выете что так как я могу сделать по-другому другого и никак не могу сделать а нет могу могу он это же разум для игра просто смотрел пузырьки как раз там есть три пузырька проблеск гениальности мой дельта план просто пузырьки попил чайку это очень важная штука в и в горы ах это балансировка да океюшки ты знал что там пельмешки я проголодался пельменные я немного проголодался океюшки побежали 3 отлично так 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 здрасте сейчас его вытащить не переживай и съест свиток вкусный он же из кожи если я соберу три ледоруба я его убью я потом те расскажу куда он засунет так что он за сад не уходи взрослой версии игры я все я остался без этих жестокий а это никто не смотрел закрываешь все что-то боялись а там дракон между прочим по моим вычислениях нет вы же там смотрели там окне дышащий я брал дракона я брал дорогу туда придете у нас не забрал эти драконы дан здесь дракон так решали то все кто походил я походил не ходишь ну извиняйте я иду сюда и беру дракона да и меня уже три ты близок победе мне в принципе до пельмешек и все давайте едьте сейчас посмотрим 1 и и здесь остается но и здесь остается именно так пилот есть там интересно уже нет так сокращу здесь пока так я хожу да да так у нас не только дайте сюда на друзья так как дайте сюда давай скажу сюда бери сокровище все задумались а ты неплохо доходишь туда через кольцевые эти авто дороги давай скину телепорт и перемещу сюда и возьму дракона все записку дракон соседней пещере и там где мог а ну ладно многие ты мог два тайла поменять местами монахи за но мог не менять видимо это был не просто чай да дракон уже здесь что они по-моему а то есть соседние таки считаются нет нет не подиагональ не он спит ты можешь поменять местами два тайла и может быть тебе это да это ошибка ход вот надо было нет нет не надо кстати самые невыгодные места в этой игре как ни странно это какой-нибудь диагональный тайл потому что тебе надо пройти два хода которые могут быть очень сложными могут быть что он ты можешь так пройти ну окей бросаете тогда 5 эти танцует и поет один оп 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 ну по кругу ходит сюда уже нет потому что здесь было о кишки ладно побежали побежали на лыжах я уже видел твой ход во сне полетели на это плане все попили чайку и полетели но еще не все мне еще на вертолетном площадке надо вернуться так а там у нас все правильно фонарик память меня не подвела ну что же давай пусть он сделает шаг ну тут все возможно есть еще четыре раза будет ходить и эти танцует дискотека здрасте покажи класс победить или он отберет у тебя чай мне кажется мне будет зашкалить встреча с йети четвертая победа 4 2 у вас по раундам статистику ведешься в уме да у меня все просто сам индиана твой джон то есть ходит и на дельта плане еще долетать вот так он будет и берет перемешки и того у меня тоже 44 артефакты близок я могу перри поменять пищи нет не можешь потому что ты взял пельмешки вот если там не было пельмешек ты бы поменял местами вернуться на вертолет и эти два твою же мышь да полюбовно я сейчас вытащить артефакт 50-50 ну почти я беру эту карту ты не даешь вот так играть с разработчиками короче никакие способы подмешивать нет давай по честно ты не знал и ты не мог быстро сделать такой я не я не умею не знаю чем вы занимаетесь на вечерах гильдии ладно ладно все дети походил безуспешно ну я хожу да пойду сюда это прекрасно взял дракон и синюю ветку закрыл спасибо тебе дракон вот вот он то есть я я пойду и все меня защитил от ети который пришел бы ко мне не страшно так и кубики все равно да такие моменты я еще до этих недодумывался вот реально если туда не пришел дети снова пришел бы ко мне спасибо тебе дракона сейчас все-таки от нее это будет вообще весело да офигеть это жестокая игра блин надо 18 плюс писать да иди сюда так ну а ты как ты доходишь ну сейчас еще эти будет ходить но он еще по сине все-таки может дойти до меня . да и пошел давай зайти до меня . было бы неплохой вариант опа да он сейчас может вообще да танцуем был один сначала первые результаты сочетается четыре я был один он вот так вот упал я видел реально ну все вин желтый попил в общем залез попил чайку и снова залез до свидания мои дорогие друзьям было очень приятно с вами погулять и кабинете по съемник я остался без ничего но зато у него поднялся опыта до битве с ети 43 он все еще ведет здесь есть на самом деле некоторая стратегия здесь есть паттерн и когнишен здесь есть немножко мэмори в общем принципе как раз вот то что нужно детской игре вот до такой момент мне восстанет прикольно что ты сказал что я закрыл тебя то есть даже эти моменты учитывать это интересно самом деле дети конечно так не играют хотя они ну иногда не в принципе они хорошо видят что я такая тактика была что думаю взять и попробовать быстренько собрать все сокровища но встречи с ети слишком были частыми и все разрывания может быть используют меня тактику накопления сокровищ а потом уже на как скажешь от принципе 3 с чем я сделал четыре артефакта с одним дельта планом интересно было бы статичку вести сколько кто подрался в этой игре ну тут еще понимаешь я же смотрел куда ети может походить и старался подальше быть летать я все пару раз не встретился вот и в целом ну где-то в пределах стат погрешности у меня один раз вытащили снаряжение один раз а кстати нет мне три раза мне дважды это было и один раз туда мне мне везло мне везло в этой партии суши удачи здесь тоже нельзя по-другому удачи взрослые будут выигрывать все время но здесь дал удача стратегии немножко тактики ну вот слушай ну здорово давайте тогда начнем уже вы начали уже правда впечатление корректно ли у тебя спрашивать впечатление может быть ну мне за эту и руки у тебя впечатление у тебя вот ну юра я разрабатывал как он может сказать он он внутри мы такие внутри подходим снаружи чё там как нормально крему тепло хорошо не она мне за эту игру не стыдно мне нравится как она работает она работает так как она задумывалась она играется с детьми вот ну не знаю вам в общем как игрокам видеть то что я естественно пристрастили телепорт все-таки мне как-то показался я от него больше ожидал ты думал что он тебя переместить да да слушай но это уже было одноразово тем более одноразово ну ты знаешь иногда вот ты все отдашь ради того чтобы походить куда надо ради таких ситуаций тебе нужен телепорт еще каждый ход использовать не будешь но решительного рывка да да он вайт супер ценит потому что вот меня часто был я почему чай сейчас взял потому что мне нужен красный а потом еще раз красный и вон он уже покупать именно когда у тебя уже все хорошо ну чтобы уже закончить добить короче но он скорее да для быстрого вот такого и все-таки снаряжение здесь нужно здесь конечно не нужно тебе 10 карт снаряжения набирать здесь в этом 3-4 хотя бы но в общем то хорошо бы иметь возможность ходить подальше хорошо иметь чаем полезный вот компас бывает очень полезнее очень никто не брал на самом деле он тебе позволяет я могу ходить по красным поэтому я повернул красный туда куда мне надо и пойду по нему он тоже очень хорош вот но единственно сам не перемещает в отличие от телепорта поэтому слушай получается здесь давайте я уже тогда скажу что какие впечатлениям здесь получается мне показалось даже что возможностей больше чем даже больше чем нужно то есть ты можешь очень многими способами сделать все что ты хочешь например карты снаряжения какой тебе надо да по цвету компасом переместив ну перевернул тем же телепортом что еще потом есть возможность еще ходить за границы это вообще круто расширяет тоже геймплей вот ну это прям такая прям реально смесь такая лучшего из запретной пустыни запретного острова крагморты да и и причем ну неявная такая смесь то есть смысл все равно в другом но то что там похоже тайлики переходы органично да я вот честно говоря мы сейчас вообще в принципе стараемся не особо не сглаживать какие-то углы из в играх до говорить вот ну как есть честно говоря мне нечего сказать даже каких-то натянутых моментов я вообще не увидел серьезно ну если бы они были я бы правда сказал там вот у меня там возник вопрос там то и там то но мне не возникло вопросов мне круто того что мне нравится в юриных играх то что она хоть и детская так себя позиционирует но в ней все равно есть кусочек для гиков чтобы ты вместе с ребенком тоже получил удовольствие здесь очень много всего реально очень в принципе да я вот когда со своим сыном играем мы принципиально играем в те игры которые интересны и ему и мне потому что если вот есть игры которые нравятся ему но мне они не нравятся я в них не ну вот канал за поэтому я сам когда делаю я тоже хочу что мне было интересно вот если говорить о допов то чтобы это могло быть новые тайлы здесь можно наверно с новое снаряжение делать с каким-то хитрыми штуками здесь можно может быть добавить разных свойства да можно делать спец свойства то есть принципиально для детской игры чтобы не сильно заморачивался здесь начале карта ты можешь ходить вот так или вот так все вот для детской игры да вот дальше тут можно как бы и было бы была бы взрослая игра можно было бы делать какие-то более хитрый может быть будет более взрослый какой-то дополнить они это это вполне реализуемо через карту свойств не обязательно даже менять ну просто и выкладываешь перед за андакой в каждую свою может быть что-то такое чтобы все были решения чтобы биться съесть и обязательно агрессивная какая-то типа вот тебе хит ты его стукнул что он сломал хотя бы может быть его оглушить что ли на какое-то время вывести из игры но это допа уже да 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 не тут мне понравился он в принципе как бы очень много например он не трогал никого серьезно был так он стоял на тебя в основном попадал но и стоял он достаточно да нет продумал сети конечно мне больше всего круто круто этот момент съете да удивительно всего лишь кубик и пока он не ходит да вот это круто и я такой кстати не встречал да мне кажется именно вот эта идея на более всего тут продуманную в свете и на такой вот оригинальный прикольно это оригинально где-то около полугода наверное но это на самом деле очень маленький срок для игры и и вот грубо говоря после там десятка лет когда я занимаюсь разработкой я уже могу за полгода сделать в начале пути это было пара лет бы такой придумывать потому что больше попыток больше разного ухода в сторону здесь тоже сменилось несколько итераций здесь ушли некоторые вещи там была например механика когда ты мог по сути управлять едь то есть ты походил на красный он пойдет на красный потом на зеленый он на зеленый но для детей это слишком зло и все-таки когда ты можешь специально етина травить на кого на это зло для детей так плохо для более старшего возраста это было бы лучше вот ну кстати вот эту идею правда я посмотрел германа тихомирова тоже питерского автора в одном из его прототипов который пока не издан вот но идея с том что ты сходил и туда же идет антагонист у него это правда в кооперативке было и там немножко по-другому использовалась но общая идея такая вот пробовали но для детей это это обидки вот здесь вроде когда ети ходит и просто типа страшного не берет это но это не обидно это не лично да это вот просто просто ети пришел а не то что с вами отравили ах ты мне натравил короче для пущего такого удаления момента агрессионности вообще можно самому скинуть лишнюю карту диму самым все-таки нет не надо ты можешь тоже элементы речь это легко ну реально не поверят просто потом мне понравилось на самом деле довольно таки у тебя был огромный опыт кстати же игры в эти запретные игры ну да получается в этой игре взято все лучшее получается да и перемещение от перемещения по тайлам из крагморта да то есть там тоже над вами прикольно опять же нахождение артефактов тут еще у меня как-то кстати спрашивали про это мы приводили мою цитату из кота обзора там все типа как-то раз я сказал что круто когда новая игра сочетает себе элементы старых игр но я не вспомню к чему это говорил но я давно поменял такое мнение хоть можно и сказать что тут есть какие-то элементы но допустим здесь добавляется некие фишки вот например с этим дети да и вообще там с передвижением и ты как бы уже ну нельзя так сказать что что используется там что-то из старого то есть она как перерабатывается настолько что прям на самом деле базовых механиках не так много вопрос их применения вопрос вот каких-то заточенности под что-то то есть скорее вопрос в этом очень редко бывают вот там прорывы типа dominion он породил новый жанр там участвует вышла и вышел keyforge unique game тоже это по сути возможно изменит как и и как и и станут другими массово ну ричард гарфилд умеет порождать новые жанры это его тоже игра keyforge да ухты да слушай но эта мода пошла одновременно и с остатками да там честно говоря я могу ошибаться но мне помнится что все-таки кажется гарфилд придумал идею unique game уникальной игры но может быть я ошибаюсь ну уникальная игра когда у тебя коробка когда у тебя ну как discovery остаться в живых одна коробка с другой они разные у них разные компоненты вот и вот такое бывает раз несколько лет когда один крутой автор придумают что-то такое остальные так или иначе комбинируют или переосмысляют различные механики поэтому вот более того вот ваня лошин свое время читал лекцию про на грани коне про новизну настольных игр у него была мысль что слишком много новизны это плохо потому что это не совпадает с опытом игроков они что-то да а вот это играть поэтому тут надо тоже дозированно новизну вводить иначе не оценят ну что ж думаю все сказали единственное вот еще болору мне показалось перемещать тайлы в этой игре может быть она механика прикольно например перемещать тайлы все-таки как-то мне показалось неправильно ну сананцем а лорная было понятно тематически это объясняется тем что вот там ледники сместились снег переместился ну да тут и есть некоторая не друзья немного не думаю что это сильно настолько нужно в этой игре а эти а свиток теле на но и эти в нет это понятно вот день я тебя понял я понял но это немножко с точки зрения механики это не летающая потому что это ой это здесь был или там где же сокровище до мемори здесь точно нужно прям захотелось уже прям даже записать к нигде что брал короче то что весна на больше квадратов больше сына больше игроков и добавляется по собственному чаще перемешивать да там на пятерых шестерых у нас вот еще добавляется вот а здорово ух ты вот так вот вот так письмо бы уже 5 на 5 играли в пятером шестером вот и было бы больше места но эти бы чаще ходил ну что ж друзья давайте не будем на хронометраж увеличивать этой игры чтобы люди не пугались что это какая-то хардкорная игруха вот круто все мне понравилось вот и и всем понравилось я смотрю да так что всем пока друзья с вами был канал твой игровой юра дима жени и денис все всем пока канал твой игровой пока я хотел я вставить еще такую штуку типа ну что ж вот столько меда мы вылили сегодня и это будет намек к следующей игре